Этот ролик мы начнем с простого, но очень любопытного опыта. Передо мной на столе лежит пластиковая пластина. Снизу она обклеена алюминиевой фольгой, и эта фольга заземлена через вот этот металлический стержень. А сверху пластина покрыта полиэтиленовой пленкой. Известно, что когда мы натираем полиэтилен мехом, то он заряжается отрицательно. Вот мы его зарядили. А вот это вторая пластина, которая устроена точно так же. Вот алюминиевая фольга, а с этой стороны к ней прикреплена изолирующая ручка. Поставим пластину сверху. Да, а вот это разрядник, которым сейчас я коснусь металлического стержня. И немедленно проскакивает хорошая искра. Коснемся еще раз на всякий случай. А теперь отрываем пластину, и снова проскакивает искра, но теперь уже сверху. Искра снизу, искра сверху. Искра снизу, искра сверху. И этот опыт можно продолжать раз за разом. Но для того, чтобы вы увидели искры, мы сейчас покажем вам, как он выглядит в темноте. Обратите внимание на тот факт, что внизу искра получается короткой, а вверху гораздо длиннее. И так происходит при каждом повторе. И теперь нам нужно объяснить, почему получаются две искры и как вообще это устройство работает. Когда мы заряжаем полиэтиленовую пленку отрицательными зарядами, они отталкивают от себя отрицательные заряды с нижней обкладки. Эти отрицательные заряды уходят на землю, и верхняя сторона нижней обкладки заряжается положительно. Причем поверхностная плотность заряда на нижней обкладке такая же, как на полиэтилене. Поэтому электрическое поле сосредоточено в промежутке между этими минусами и плюсами, а снаружи оно что снизу, что сверху отсутствует. И когда мы подносим к полиэтилену верхнюю обкладку, никакие заряды на ней пока что вообще не наводятся. Теперь мы замыкаем верхнюю обкладку на землю через разрядник, и потенциалы на обеих обкладках должны уравняться. И поскольку расстояние от минусов на полиэтилене до верхней обкладки гораздо меньше, чем до нижней, большая часть плюсов с нижней обкладки перемещается на верхнюю. Поясню это место еще раз. Поскольку обе обкладки замкнуты на землю, то их потенциалы равны. А это значит, что работа по перемещению пробного положительного заряда с нижней обкладки до минусов и с но вот это расстояние гораздо больше, чем вот это. Поэтому поле между верхней обкладкой и минусами гораздо больше, чем между нижней обкладкой и минусами. Ну а поскольку плотность зарядов пропорционально электрическому полю, то плотность зарядов на верхней обкладке будет гораздо больше плотности зарядов на нижней обкладке. Теперь мы отмыкаем верхнюю обкладку и поднимаем ее вверх. При этом мы совершаем работу, отделяя плюсы верхней обкладки от в целом отрицательно заряженной нижней части установки. И поскольку мы совершили работу, потенциал верхней обкладки уже не равен потенциалу нижней обкладки. Когда мы разряжаем верхнюю обкладку через искру, потенциалы обкладок должны выровняться, а для этого заметная часть положительных зарядов должна перейти с верхней обкладки на нижнюю. Теперь мы опускаем верхнюю обкладку и опять замыкаем ее на землю. Потенциалы верхней и нижней обкладки опять должны выровняться, а для этого заметная часть плюсов снова должна уйти с нижней обкладки на верхнюю. И при этом получается, что положительные заряды переходят с обкладки на обкладку при нижнем замыкании с нижней обкладки на верхнюю, а при верхнем замыкании с верхней обкладки на нижнюю. Ну и при этом отрицательные заряды, которые расположены на полиэтиленовой пленке, они вообще никак не расходуются и нужны только для того, чтобы наводить заряды на нижней обкладке и на верхней. И именно поэтому это устройство может работать раз за разом до тех пор, пока мы совершаем работу. Первым такое устройство изобрел петербургский академик Франци Пинус, а усовершенствовал его итальянский физик Алессандро Вольта. Он назвал эту конструкцию электрофора перпетуа, что в переводе на русский означает вечный носитель электричества. И вот мы фактически воспроизвели классические опыты Алессандро Вольты, а сейчас мы приступаем к самому интересному. И эта часть посвящается каналу Игоря Белецкого, который исподвиг нас поставить вот этот опыт. Как вы видите, мы убрали заземление и наша установка стала совсем простой. Ну и чтобы все было понятно. Я возьму эту обкладку, проведу рукой, чтобы снять статические заряды, если там они были. Кладу ее вниз. Теперь натираю полиэтилен шапкой. Поверхность зарядилась. Беру вторую обкладку и тоже рукой провожу, снимаю с нее заряды и кладу ее сверху. А теперь касаюсь разрядника проводом и немедленно проскакивает искра. Что само по себе уже странно, потому что вроде бы никаких зарядов на обкладках быть не должно. Но самое интересное будет происходить дальше. Я поднимаю обкладку наверх и ставлю на то же самое место. И проскакивает большая искра. Еще раз. Снова проскакивает искра. И еще раз. И этот опыт можно повторять раз за разом. И каждый раз проскакивает искра между разрядником и проволочкой. А теперь посмотрите. В нашем первом опыте заряд переходил то с верхней обкладки на нижнюю, то с нижней на верхнюю. А в этом опыте заряд постоянно перетекает в одном направлении. Но тогда возникает вопрос. Как же происходит возобновление заряда в этом источнике? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.